Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые коллеги! От лица команды проектной дистрибуции компании Мерлион я рад приветствовать вас на нашем традиционном IT-саммите в 2021 году. Это знаковое событие проходит в офлайне уже четвертый раз, и каждый раз мы признательны вам за интерес и активное в нем участие. Второй год мы с вами живем в новой нормальности. Вот и я принимаю в саммите онлайн-участие в этом году. Год 2020-й был непростым, и 2021-й продолжает быть тоже интересным. Трудные времена всегда дают качественно новый толчок, позволяют переосмыслить ситуацию, посмотреть на нее по другим углам, очиститься эмоционально и наметить шаги в успешное будущее. Архитектура новой реальности – основная тема нашей встречи в этом году. Она позволяет расширить форматы выступлений спикеров, разнообразить контент, сфокусироваться на самом важном и самом эффективном. Так, например, тема импортозамещения и проектной дистрибуции в отрасли не теряет своей актуальности, и саммит для всех нас – это отличная возможность проговорить и проработать все бизнес-моменты. А для решения ваших задач и развития вашего бизнеса доступны компетенции команды проектной дистрибуции нашей компании. Дорогие участники саммита, желаю вам интересного дня и продуктивного общения. Приветствую Тимура, можно поприветствовать его такими аплодисментами. Да, Тимур, приятно, что здесь после перерыва оффлайн мы встречаемся. Мне кажется, есть повод порадоваться. Виталий Бондаренко, руководитель отдела поддержки продаж АРУ. Виталий, приветствую вас. Александр Гутин, директор по маркетингу Астролинукс. Александр, да, пока не в зале, подойдет чуть позже. Сергей Дурягин, вице-президент компании Инфотекс. Сергея тоже приветствуем. Алексей Карасев, коммерческий директор РДВ Computers. Алексей Иван Климов, руководитель направления разработки платформы и виртуализации ХостВМ. Антон Тен, руководитель отдела корпоративных продаж Комьюни-Гейт-Про. Антон тоже чуть позже будет. И Артем Шарапов, руководитель направления технической поддержки. Антон Хлынов, руководитель направления решения для отцов компании АйТК. Это вот все участники нашей сессии. Формат мероприятия предполагает доклады спикеров и возможность задать вопрос им онлайн или оффлайн. Так что, в общем-то, присоединяйтесь, задавайте вопросы. И так мы начинаем. Ну, а сначала буквально несколько тезисов, на которые я обратил внимание, в ходе выступления спикеры там опровергнутых или, может быть, добавят горчинки еще, записал. Поэтому буду немного подглядывать. Итак, тема импортозамещения, с моей точки зрения, просто чрезвычайно важна. И в настоящее время в связи с западными санкциями в отношении России. И именно импортозамещение должно в значительной степени минимизировать тот негативный эффект, который заложен в этих санкциях. Что мы наблюдаем? Ограничение доступа к мировым рынкам, технологиям, финансовым потокам, а также вероятность дальнейшего расширения, потому что звучат предположения, что вот текущим санкционным давлением все не ограничивается. И поэтому для преодоления этих негативных тенденций, в общем-то, и был поставлен вопрос про импортозамещение. Правда, надо отметить, что санкционное давление, санкционное ограничение в каком-то смысле сыграли, ну, в общем-то, я думаю, каждый из вас согласится, положительную роль для развития экономики страны. В частности, они активизировали перезапуск российской радиоэлектроники, общался со многими производителями радиоэлектроники, программного обеспечения, все в один голос говорили, да, мы вышли на новый уровень развития. Ну, а то, что сегодня хочется, ответы на какие вопросы сегодня хочется услышать. Что удается, что не удается запустить процесс импортозамещения? Как идет процесс перехода на программное обеспечение и оборудование? Наращиваются ли при этом производственные мощности? Активизируется ли научно-исследовательская работа и опытно-конструкторская? Какие продукты уже предложены потребителям? Какие будут предложены? Ну, сегодня обсудим, с какими сложностями сталкиваются IT-компании и их клиенты при реализации проектов импортозамещения зарубежных систем. А как быть в том случае, если отсутствуют аналогичные, качественные аналоги зарубежных решений? Возникает вопрос регулярно, почему ряд корпораций, в общем-то, воздерживается пока от перехода на российское оборудование, российское ПО. И это, в общем-то, часть вопросов, ответы на которые мы сегодня услышим. Но вот главное, что мне хочется сегодня все-таки понять, это когда IT-индустрия, несмотря на существующие проблемы, они, безусловно, сегодня есть, все-таки решит проблему импортозамещения. Существуют ли для этого реальные эффективные решения? И вот я представляю первого спикера, первого отступающего. Виталий Бондаренко, руководитель отдела поддержки продаж АРУ. Несколько слов про АРУ, буквально, и дальше вы начнете, Виталий. Российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 году, подсмотрел, входит топ-5 российских производителей ПК, асортимент продукции включает товары для домашних пользователей, решение малого, среднего бизнеса и крупных корпораций. И сегодня, я так понимаю, Виталий, все-таки поделитесь своим опытом, ответьте на вопрос, каков опыт практической реализации ряда проектов, насколько успешно идет кооперация отечественного софта и железа, какую компьютерную технику российского производства уже сегодня используют ваши клиенты, ну и как компания выстраивает диалог между государственным, государственным бизнесом, вендорами, ну и какие планы на будущее. Прошу вас, Виталий. Спасибо, Андрей. Спасибо, Евгений. Добрый день. Добрый день всем. У нас выступление по 20 минут. Я постараюсь уложиться в 15, чтобы оставить время на какие-то вопросы, которые возникнут. Андрей тезисно описал вопросы, которые интересуют многих из вас, и интересуют они не только вас, они интересуют нас, поэтому я бы хотел начать, если можно, презентатор. Я хотел бы начать с того, кто у нас вообще на рынке сейчас присутствует, и описать их функции и задачи, ну так повторить, мы их все знаем. Во-первых, государство. Ну так как у нас платформа импортозамещения здесь, то государство. Функции государства это регулирование и финансирование. Финансирование в первую очередь это национальные проекты. Заказчик. Заказчик у нас, в принципе, здесь присутствуют не только партнеры, но и заказчики. Это выполнение квот по закупкам, которые государство распределяет. Это реализация национальных проектов. Партнер. Я вас приветствую. Это, в общем, для нас основной игрок, основной поставщик заказчиков. Это основная задача партнеров формирования пулопоставок, потому что каждый из нас, каждый из участников здесь, стоящий на сцене, поставляет что-то какое-то одно, а для заказчика требуется, естественно, функциональное, полнофункциональное решение. Поэтому основной игрок на этом рынке это партнер. Ну и производитель. Наша задача это формирование пула решений, пула каких-то продуктов, которые удовлетворяют законодательно рынку на сегодняшний день и финансово для партнеров. Текущая ситуация на рынке – это то, что актуальность на сегодняшний день. Так как мы производитель, поэтому я коснусь уже продуктовой части, для ПК и моноблоков с текущим законодательством решения на базе зарубежных микросхем, которые присутствуют на сегодняшний день в реестре, разрешены по текущему законодательству до конца этого года. Это раз. Портативные устройства, планшеты, ноутбуки с 1 июля считаются российскими только те, которые на российских микросхемах. И сейчас в связи с этим есть коллизия некая, что есть в реестре продукты, которые были внесены туда до 1 июля, а не на зарубежных микросхемах. Они находятся в реестре, но по другому постановлению они не считаются российским продуктом, поэтому для заказчика очень сложная коллизия. Опубликовать конкурс, приобрести эту технику с тем, что вроде есть реестровая запись, но очень просто может любой проверяющий орган по другому постановлению опротестовать эту поставку. Коллизия законодательства здесь налицо. Серверы точно так же, как и ПК. Это решение на базе зарубежных микросхем разрешено до конца года. Потом это должно смениться. И СХД уже с 1 января был запрет на внесение в реестр решений СХД на базе зарубежных микросхем только на российских. И в феврале мы уже наблюдали пример по поставке СХД на зарубежных микросхемах, внесенных в реестре, но поставка осуществилась в феврале, и поэтому произошла проверка, и пока мы даже не знаем, чем она закончится. То есть коллизия для государства налицо. Изменения. Изменения, которые сейчас в обсуждении, которые мы как производитель их очень сильно ждем. Это возможный переходный период все-таки до 2023 года. Для продуктов, кроме СХД, СХД не обсуждается. Для ПК, для серверов, для портативных устройств. Что будет разрешено все-таки одновременно применение и зарубежных микросхем, и российских до 1 января 2023 года. Это в обсуждении. Мы ожидали принятия этого к началу сентября, но в течение сентября законодатель, в принципе, взял на себя некие обязательства решить этот вопрос так или иначе. И система баллов. Я думаю, многие из вас увидели новости от Минпромторга о принятии нового постановления 1432. Кто-то его уже почитал, кто-то понял, кто-то не понял. Мы наблюдаем, что комментарии, которые находятся в сети, они не совсем точны по трактовке данного постановления. Но там уже упоминается система баллов. Я думаю, что для многих из вас она еще не знакома. Эта бальная система, она как раз либо позволит осуществиться переходному периоду, либо будет отклонена и не будет рассмотрена дальше. В связи с этим продуктовое предложение Айру на сегодня. Из чего оно состоит? С точки зрения реестровой техники. Это ПВМ АПАЛ, моноблок АГАТ. Это серии. Они сейчас построены на базе зарубежных микросхем. Они находятся в реестре продуктов. Их можно приобретать, поставлять. Законодательно не нарушается ничего. То есть никакой коллизии в этом нет. Планшетные продукты и ноутбуки Onyx. Они у нас построены на базе зарубежных микросхем. У нас как раз есть запись в реестре на них. Но с 1 июля, как я вам уже сказал, они считаются по другому постановлению, уже не российским продуктом. Поэтому на сегодняшний день, имея в портфеле эти продукты, мы их не продаем. Не продаем, потому что Айру не стремится к реализации своего продукта и продажи. Мы как-то стремимся исполнять все законодательные нормы, чтобы не имели проблем в первую очередь наши партнеры, во вторую очередь заказчики. Потому что коснется, если касается проверка, она касается всей цепочки. Соответственно, мы сейчас находимся как раз в промежуточном ожидании, что же решит законодатель. Если решение будет принято на переходный период, на систему баллов, мы сразу предложим рынку наше решение ноутбучное, которое есть на стенде. Если это решение не будет принято, значит мы свернем эту программу с точки зрения реестровой техники. Ну, продолжим ее как нереестровую, возможно. Ну, и СХД. Нет, сервер для начала. Сервер решения на базе зарубежных микросхем до конца года. И решение на базе Байкал-С серверного процессора. Мы планируем выпустить это решение во втором квартале 2022 года. Сейчас идет активная работа по проектированию этой платы. То, что мы проектируем, нам нравится. Это очень интересное решение. Напомню, что Байкал у нас ARM. И под ARM есть и софт, и программное обеспечение. И если кто-то, может быть, вспомнит, что на сегодняшний день самый быстрый суперсервер, самый мощный суперсервер, это все-таки ARM. Поэтому технология эта потенциально интересная и для заказчика, и для производителя, в принципе, в том числе. Ну и СХД, так как там был, во-первых, мораторий на внесение в реестр, там был фактически у нас единый поставщик, потом второй появился законодательный мораторий, законодательно защищено. У нас решения в этом плане не разрабатывались. Но так как на сегодняшний день мы все помним, что СХД это, в принципе, две основных категории. Это отдельные продукты классические СХД и очень большой пласт сейчас используется и везде, в принципе. Это программно определяемые СХД. Поэтому, когда мы разработаем сервер на базе Байкал-С, в принципе, программными методами построить СХД программно определяемый никакого труда не составит. Поэтому это решение после разработки, после выпуска сервера будет предложено на рынку. Тоже в 2022 году. ПО, сервис, реализация. Обязательно с точки зрения современной вот этой техники, особенно армовской техники, очень важно, чтобы было адаптировано программное обеспечение. Естественно, в этом на первый план выходят операционные системы. Вся наша техника, которая разрабатывается, просто так приобрести ее без операционной системы фактически означает переложить на себя всю заботу о том, как ее предоставить заказчику. И у заказчика могут быть большие проблемы с адаптацией его программного обеспечения, его инфраструктуры, периферийной техники. Поэтому наша задача как производителя в первую очередь адаптировать все наши решения под современные операционные системы, находящиеся в реестре программных продуктов. На первый план у нас выходят три ведущих. Я бы отметил, наверное, разработчик операционных систем. Это Astra, Basalt, Alt Linux и Redos. Если вы были на нашем стенде, то могли уже заметить, а если не были, мы вас приглашаем и посмотрите. У нас находится в рабочем состоянии системный блок на базе Байкала, на которой установлена и работоспособна система Redos. Две недели назад еще сам Байкал подтверждал работоспособность только с Astra и Alt. Мы адаптировали с нашими коллегами систему Redos, и она уже работоспособна, находится на этой технике. Пожалуйста, можете посмотреть. Вне зависимости от того, какую технику мы выпускаем, реестровую, нереестровую, у нас единый сервисный подход. Нет никаких разниц между тем, какой срок гарантии мы даем, какую поддержку мы оказываем. Путь это реестровая, нереестровая техника, подход един. Вы можете заказать любой вид гарантии, который доступен, который мы предлагаем. Обеспечивается это широкой сетью сервисных центров. У нас в группе, как пани Мерлеон, есть собственный сервисный интегратор, так скажем, собственность с широкой сервисной сетью. Поэтому безболезненно можем обслуживать в подавляющем большинстве регионов нашей Родины. Ну и как заметил Евгений, у Мерлеона, как у ведущего дистрибутора, есть широкий выбор поставляемых продуктов, совершенно других, и предложений. Поэтому для вас, как для партнеров, в едином окне сформировать пул поставки достаточно просто. Ждем вас на нашем стенде. На нем представлено сейчас, по-моему, из восьми продуктов целых шесть реестровых, там всего два нереестровых. Поэтому можете ознакомиться. Представлены ноутбуки, планшетные продукты, моноблоки, системные блоки. И прототип уже сервера, решение на сервере. Вот спасибо, постарался кратко, пожалуйста, вопросы. Да, вы можете положить. Если в зале есть вопросы, задавайте. Если нет, есть о чем спросить. Есть вопросы? Разогрейтесь, зададите. Виталий, вот, кстати, вы сами сделали ссылку на постановление правительства 1432. Я не знаю, обратили здесь внимание или нет. Я на него обратил внимание. В газете «Коммерсант», цитирую по этому источнику, с 31 августа вводится запрет на госзакупку электронных интегральных микроскем, смарт-карт, компьютера, ноутбука массой не более 10 килограмм, моноблоков для автоматической обработки данных и светильников следует из заявления Минпромторга. Комментировал это постановление заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. И там, вот я на что обратил внимание, фраза такая прозвучала. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление. Но в итоге нам удалось это сделать. У меня здесь возникает вопрос. Если импортозамещение нам выгодно, то вот с чьей стороны сопротивление это шло? И я периодически встречаю такие комментарии, что с одной стороны есть реестр отечественного оборудования, есть обязательства по госзакупкам, но ваши коллеги некоторые комментируют так, что требования чрезвычайно жесткие, они категорически оторваны от реальности, другие говорят совершенно противоположные, надо жестче закручивать гайки, и только в этом случае мы сможем там реально что-то сделать в вопросах импортозамещения. Вот у вас какая точка зрения на этот процесс? Спасибо за вопрос. Начну, наверное, с финальной фразы. Жестко закручивать гайки. Мы все находимся в такой сфере, сфера IT, она вообще не предполагает закомплексованность, закоксованность. Она, в общем-то, открыта для всех. Без взаимодействия с мировым сообществом, без новых технологий, без новых продвижений, новых разработок мы не можем жить. Это наш воздух. Поэтому мы не приверженцы закручивания гаек. Кто противится? В первую очередь и разумно противится. В первую очередь это, естественно, заказчики. Потому что мы понимаем, сменить какой-то винтик в этой машине, а этот винтик очень существенный, это то, на чем работает вся система. Это означает заказчику переписать практически полностью весь свой программный код, программные продукты, сменить все это. Поэтому у заказчиков явные и правильные противоречия в связи с этим. Требуется какой-то переходный период. И этот переходный период, он не должен быть, вот как снег на голову этого постановления, раз и свалилось, вчера не было, а сегодня есть. К этому нужно подводить. Но мы, давайте вспомним, что курс на импортозамещение, он в принципе не сегодня возник, он с 2018 года возник. И в принципе... Он скорее даже раньше возник, между прочим. Ну, разговоры, да. В 2014 году, я бы сказал. Обозначен был именно вот в 2018 году, как программы в нашей сфере, в продуктовой сфере, в производственной сфере. Поэтому время на подготовку уже какое-то было, достаточное. И часть заказчиков, часть министерств, ведомств уже перешло на свободное ПО, на российское ПО. Какие-то модули уже внедрились. Мы можем отметить медицину. Минздрав очень хорошо в этом продвинулся. И другие наши, в принципе. Сейчас МВД очень усиленно идет по этому пути. Поэтому, ну, кто не успел, понятно. То есть, тем, в принципе... А успевают крупные? Компании. Успевают те, кому это необходимо сделать априори. То есть, государственные органы обязаны это сделать. У них нет выбора. А вот... Я, в данном случае, имел в виду поставщиков. Поставщиков. Это интереснее. С поставщиками намного интереснее все. Потому что то, что мы производим, это фактически конструктор. Он тоже собирается из части микросхем, из деталей и тому подобное. У нас в стране нет пласта, допустим, микроэлектроники. И он далеко не полностью охвачен. У нас есть производители процессоров. Там два сейчас ведущих можно отметить. Но это же не все. Требуется еще что-то. И мощности этих производителей, они на сегодняшний день не позволят закрыть всю потребность государственного заказа. Поэтому в той или иной сфере закупка импортная, он продолжится. Оно никуда не денется. Поэтому переходный период на использование импортных микросхем, с нашей точки зрения, был бы желательным. Виталий, времени немного. Еще один вопрос. 14.32. Да, давайте. Трактовка 14.32, которая дана сейчас в общей сети, причем даже от Минпромторга, она скорее не совсем точна. Все успели почитать его по диагонали, но надо очень четко перечитать. И мы сейчас ждем официального заключения. Так вот, особо он ничего не меняет. Он говорит запрет на госзапрет. И туда довнесена наша продукция. То есть на гособоронзаказ. На государственный заказ два момента, которые это положение точно изменило. Первое, это второй лишний, а не третий лишний. Распространение это на 223 ФСЗ. Обязательное применение 878 постановления. Если заказчик хочет закупить персональный компьютер, первое, это 878 постановление в любом случае, если иное не подтверждено Минпромторгом. Если Минпромторг разрешил не использовать его, только тогда. Никаких обоснований от заказчика не принимаются. Виталий, а у иностранных поставщиков шансов теперь нет? Есть. Если участие в конкурсе принимают только иностранные заявки, и нет ни одной российской, которая подходит под заявку, пожалуйста, поставьте. Да, и заключительный вопрос, безусловно, интересно, тут можно долго обсуждать. Вот вы начали говорить про сервисное обслуживание, тоже лично слышал историю. Российская компания, российская компания, пользователь, российская компания, поставщик решения, и возникла необходимость заменить сервер. 45 дней на это потребовалось. Говорит, когда был иностранный поставщик, не ваша компания и так далее, за один день меняли. Вот эти вопросы. Вы это видите, рынок это видит, вы готовы работать по стандартам, которые, ну вот, если нет, то, например, что мешает, что надо менять? Мы всегда говорим, что можно заменить и за полдня цена вопроса. В этом случае означает, что запасное изделие лежит просто рядом с этим заказчиком, он заплатил за него дважды. Вот и все. Нет никаких эйфорий от того, что та сервисная служба работает лучше, это хуже. Цена вопроса. Если нужно уложиться в бюджет, тогда будьте готовы к сервисному обслуживанию, там, долгому, да, там, ну, просто обычному. Если вы готовы заплатить дважды, то вы и за полдня, в принципе, его поменяете. Вот, в принципе, такой подход. Хороший подход. В зале есть вопросы, пожалуйста, можете задать, если нет, то перейдем к другому выступающему. Спасибо. Виталий, спасибо вам огромное. Это был Виталий Бондаренко, руководитель отдела поддержки продаж.